Граф Гудович. Со смертью Цицианова, изменчески убитого под стенами Бакинской крепости, настали для русских закавказских владений трудные времена. В Тифлисе скоро узнали об участи, постигшей грозного князя, и Грузия испытывала все неудобства неопределенного положения и безначалия. Завалишин с войсками исчез. Уважение к русской Сирии среди впечатлительных и изменчивых восточных племен было поколеблено, и нужно было ожидать повсюду восстаний. В таких обстоятельствах необходима была твердая рука, которая могла бы сразу положить предел беспорядкам и наказать Бакинского хана за вероломство, а между тем Кавказский край оставался без главнокомандующего, имеющего власть и силу распоряжаться. К счастью, на линии в то время командовал войсками энергичный генерал Глазиннап. Когда до него дошла эта весть о гибели князя Зазанова, он в то же время известил обо всем государя, а сам немедленно принял меры к тому, чтобы загладить невыгодное впечатление, вызванное отступлением Завалишина от Баку в такой момент, когда именно требовалось энергичное воздействие на хана. Он точно же предпринял поход под Баку и по пути, еще до прибытия нового главнокомандующего, успел овладеть Дербентом, вызвал повсюду блестящим успехом своего предприятия, прежнее жившее там представление о русской силе и подготовив почву для будущих успехов. Новым главнокомандующим на место князя Зазацицианова назначен был граф Иван Васильевич Гудович, заслуженный ветеран, хорошо известной Кавказской линии, которой он уже командовал два года, царствование Екатерины и Павла. Но преклонные годы и время, проведенное в бездействии стороне от военного дела, невыгодно отразились на деятельности и характере нового главнокомандующего. Сохранив свою прежнюю энергию, он, по словам современников, стал вместе с тем раздражителен, капризен, а память об одержанных им некогда победах развила в нем тщеславие и самонадеянность. В закавказской деятельности своего предместника, князя Цацианова, он видел только одни тень-теневые стороны и намеревался не продолжать только его дела, но и исправить в них все, на его взгляд, ошибочное и неполное. Вообще, уезжая на свой пост, он обещал государю гораздо более, чем состояние был исполнить. Но уже в Георгиевске его постигло первое разочарование. Он нашел Кавказ далеко не в том состоянии, в каком оставил его в конце прошедшего столетия, когда русское владычество здесь ограничивалось одной кавказской линией. К тому же в крае свирепствовала чума, уносившая тысячи жертв, а средств для борьбы со страшным врагом не было, так как большая часть войск находилась тогда под диребентом с генералом Глазинапом. Из Грузии доходили также далеко не отрадные известия. Все за Кавказье, которое умело одержать в повиновении твердая рука Цицианова, готово было восстать. Эмирительский царь Соломон бунтовал открыто, волновались осетины. Паша покровительствовал опять начавшимся набегом Лизгин на Грузию, а Персия собирала значительные силы, думая воспользоваться благоприятным временем для возвращения Ганжи, Карабага и других провинций. Ко всему этому закубанские народы и кабардинцы, пользуясь отступлением войск на линии, производили дерзкие набеги, простиравшиеся даже за Ставрополь. Напрасно Гудович, думавший, что имя его со временем Анапского штурма еще памятно горцам и служит по-прежнему грозой Кавказа, писал прокламации и собирал к себе депутатов. «Будучи старшим генералом русской армии, сказал он, я недаром прислан сюда водворить между вами порядок». Депутаты, по стародавнему обыкновению, брошенному Цициановым, получая подарки, обещали жить мирно, спокойно, а возвращаясь домой, принимались опять за прежние разбойничьи набеги. Лишь в Дагестане дела шли успешно, и хотя Глонезап по взятии Дербента был отстранен от командования отрядом, но присланный на место его энергичный генерал Булгаков довершил все его предприятия. Покорив Баку, Кубанское ханство, бежавшие ханы были не заложены, и их владения вошли в состав Российской империи. Но даже и эти успехи, упрочившие русское владычество не только в Закавказье, по Каспийскому побережью, но и по ту сторону гор, в Южном Дагестане, не могли прекратить волнений в странах, сопредельных с Грузией, где всегда находились элементы, ожидавшие только предлога для открытого мятежа против русских. Возмутился Карабах, но Ибрагим, не рассчитывая на собственные силы, пригласил к себе персиян, обещая сдать им шовшу и выдать малочисленный русский гарнизон, стоявший в крепости под командой майора Лисаневича. Измена хана была обнаружена вовремя, и Лисаневич приказал арестовать его, чтобы тем отнять у него средства к побегу. Но в произошедшей при этом стычке и хан, и его любимая дочь, были, к несчастью, убиты случайными солдатскими пулями. Убийство хана русскими, взволновавшее умы во всей стране, было весьма неприятно Гудовичу, и на пост Лисаневича был назначен генерал-майор Небальсин. Петр Федорович Небальсин, начавший службу свою в 1772 году, с отличием участвовал во Второй Турецкой войне, и затем в 1804 году с производством генерал-майора назначен был шефом Троицкого пехотного полка, с которым сделал несколько походов против закубанских горцев. В начале 1806 года полк этот был передвинут в Грузию. Здесь, за отличие от сражения при ущелье Канашемском Небельсину, пожалован был орден Святого Георгия IV степени, потом за взятие Нухи орден Святого Владимира III степени, и, наконец, за поход Георгий на шею. По возвращении из этой экспедиции Небальсин некоторое время управлял Карабахским ханством, и в этой должности скончался осенью 1810 года, унеся в могилу так много обещавшие дарования. Шеф Троицкого пехотного полка, незадолго до этого прибывший в Грузию. Между тем пересияния, вызванные Ибрагимом, уже приближались к Шуше. Небальсин, присоединив к своему полку стоявшие в Карабахе батальоны полковника Корягина и майора Лисаневича, что вместе составило отряд в 1600 штыков, выступил навстречу 20-тысячной персидской армии. И на Аскаране при ущелье разбил ее на голову. Столь же неудачны были покушения Гусейн-Калихана и царевича Александра со стороны Эривани против Тифлиса. Но даже разгром персиан, их разгром, не образумил хана Шекетинского, который не хотел оставаться в подданстве России после того, как друг и родственник его, Ибрагим Карабахский, был убит Лисаневичем. Узнав о его смерти, Селим в отмщении решил захватить в свои руки майора Парфенова, начальника русского отряда, стоявшего в его владениях, и с этой целью пригласил его к себе под видом совещания по какому-то делу. В семи верстах от Нухи Парфенов с удивлением увидел все войско Шекинское, расположившееся громадным табором посреди открытой равнины. На вопрос, почему хан вышел из города, ему ответили, что хан собирается в поход, так как персидские войска стоят уже близко от границ. Парфенов удовольствовался этим ответом, но едва он вошел в палатку, как шесть вооруженных татар мгновенно повергли его на землю, а безоруженный, избитый и связанный, Парфенов пешком отправлен был в Нухинскую крепость, где его забили в колодки и бросили в глухое подземелье, угрожая смертью за смерть Ибрагимова. Пятнадцать казаков, находившиеся в его команде, были частью изрублены, а частью закованы в цепи и рассажены по тюрьмам. Целый день томили узников страхом ожидаемой казни. Но к вечеру хан переменил решение. Он прислал сказать Парфенову, что возвратит ему свободу, если тот согласится вывести русские войска из его владений. Парфенов, ввиду безвыходного положения, в которое поставлен был малочисленный отряд против Соединенных сил, персиян Ишикинсов, согласился и в тот же день вышел из ханства. Отступление Парфенова, справедливо замечает Дубровин, было крайне неуместно и несообразно со славой русского оружия и с той репутацией, которую составили себе в том крае даже незначительные отряды, всегда выходившие победоносно в борьбе с многочисленными врагами. Недостаток стойкости и твердости духа имели дурные последствия, и сделанная ошибка стоила больших усилий для ее исправления. Действительно, как только русские оставили Нуху, жаробелканцы восстали почти поголовно и уже готовили вместе с Шикинским ханом вторгнуться в Грузию, заявляя открыто, что завладеют гонжой. Известие об этих происшествиях дошло до Гудовича в то время, когда он лежал во Владикавказе больной и расслабленный. Не имея возможности совершить переезд через Кавказские горы верхом, Гудович приказал нести себя на носилках и, явившись в Тифлис, тотчас послал приказание генералу Небальсину идти на Шикинского хана. Небальсин, уже прежде, как мы видели, умевший управляться Скоробагом, блистательно исполнил поручение. Он разбил на голову войска Селима, встретившие его на границе и затем подступил к самой Нухе. Столица ханства, живописно расположенная при истоке небольшой речки, вся тонет в густой зелени ореховых и тутовых деревьев. На высоком холме, командующем окрестностью, красуется старая крепость и тут же рядом стоит ханский дворец. Образ жилища восточного сиборита. Здесь все выполнено в причудливом, оригинальном персидском вкусе. Немраморные фонтаны, окруженные плакучими ивами и разноцветные стекла в узеньких окнах, и потолки, составленные из кусочков зеркал, и дивные лепные работы, украшающие собой карнизы, двери, окна, камины. Небальсин не хотел подвергать чудного замка участом приступа и предложил Селиму выйти с повинной головой. Но так как Селим наотрез отказался покориться, то решено было взять город штурмом. Осажденные прибегли к самым отчаянным средствам защиты. Они окружили свои батареи горючими материалами и зажгли их в тот самый момент, когда начался штурм. Весь город внезапно загорелся полосой, и войскам пришлось прорываться через огонь, так как всякая остановка и колебания могли быть гибельными, и русские солдаты прорвались через огонь. Город был взят, хан бежал и объявлен лишенным своих владений навсегда. Теперь настал момент наказать и возмутившихся джаробелканских лезгин, которые своими действиями давно уже испытывали терпение русских. На Лозангской линии со времени Цицианова и Гулякова по-прежнему стояли те же кабардинцы, но уже под начальством князя Дмитрия Арбелиани, заместившего Гулякова. Арбелиани был офицер отличный, но слишком большая осторожность, с которой он решался на каждое дело, много отнимала блеска от его военных подвигов. Тем не менее, линия охранялась так зорко, что лезгины уже не могли вести привычный для них и доставляющий им все необходимое разбойничий образ жизни, жизненабегов, опустошений соседних стран. Потерявшие и со своей стороны терпение, лезгины решились наконец в последний год командования Цицианова собрать огромные толпы и истребить ненавистную для них колонну Арбелиани, стоявшую у Пикара бессменной стражей. И вот 26 марта 1805 года в такой момент, когда Персидская война поглощала все русские силы, 9000 лезгин внезапно бросились на Александровский редут, чтобы прежде всего лишить русских этого опорного пункта. Натиск был так стремительен, что неприятельские толпы успели прорваться через Форштад до валов укрепления. 125 кабардинцев, 25 егерей и несколько донских казаков не дрогнули, однако же перед вражеской силой. На вал вошел комендант Горцевич и, вызвав 50 человек, приказал им ударить на главную толпу лезгин, уже влезающие на укрепление. Раздалось «Ура!» И горсть солдат с двумя офицерами, поручиком Куликовым и прапорщиком Фендериковым, во главе ринулась в битву. Лезгины, почти торжествовавшие победу, не выдержали натиска и обратились в бегство. Унтер-офицер Горбунов схватил неприятельское знамя, а поручик Куликов, увлекшийся преследованием, выскочил даже вперед и едва не был смятно летевший на него лезгинской конницей. К счастью, Горцевич вовремя крикнул «Назад!» и встретил ее картечью. Неприятель был рассеян, но побед досталось русским недешево. Из фронта выбыло 42 человека, то есть третья часть гарнизона. С таким же блистательным успехом была отражена другая тысячная неприятельская партия, спустившаяся с гор в апреле 1805 года против деревни Тенеты, где стояли две роты силой в 130 штыков. Неприятель, появившийся перед ними, был опаснее джарцев. Это были хепсуры, известные своей легендарной храбростью и приводившие в трепет даже лезгин. Но кабардинцы и здесь достойно поддержали свою старую боевую славу. Командующий ротами поручик Волков, видя безвыходность своего положения, сам сделал отчаянную вылазку и внезапным нападением разбил хепсуров на голову. Подоспевшему на помощь подполковнику Эристову с грузинской милицией оставалось только преследовать их до самых верховьев Арагвы. В настоящее время, говорит один военный писатель, подобные подвиги могут казаться нам баснословными, а между тем они действительно были. И скажем более, если бы их не было, нам никогда не удержать за собой Закавказье, а объяснить их только превосходством регулярного строя над азиатскими полчищами также невозможно. Потому что здесь русские имели противников в слишком опытных битвах. Это скорее всего влияние той нравственной школы, которую оставили после себя как славное наследие герои 18 века румянцев, суворов, вейсман, цицианов и другие. Теперь, когда Нуха была взята и Небольсин стал угрожать лесгинским владениям совершенно с другой стороны, генерал Арбелиани также перешел в наступление и принял настолько искусные меры, что 8 ноября все лесгинское войско вместе с пришедшей к нему на помощь аварской конницей было заперто в тесном Джарском ущелье. Поставленные в безвыходное положение лесгины не могли думать о сопротивлении. Аварский хан первый вступил в переговоры, а между тем увел свою конницу в горы и джарцы, покинутые своим союзником, покорились. Депутаты их, явившиеся к Арбелиане с повинной головой, были отправлены в Тифлис и вошли в город с повешенными на шею саблями. Трудно описать восторг грузин при виде их заклятых врагов, впервые явившихся перед ними в таком униженном положении. Вновь покрыв силой оружия восставшие ханства, Гудович не обнаружил достаточного политического такта, чтобы продолжать дело покорения мирной политикой. Лучшим средством к умиротворению страны было бы теперь видение в ханствах русского правления, как это сделал князь Цицианов с Ганжой, а граф Гудович, относившийся со странным предубеждением ко всем распоряжениям своего знаменитого предвестника, нашел более полезным оставить правителей туземцев. Ханство Дербенское и Кубинское были отданы им под власть Шамхала Таргского, который, разумеется, в них не жил, а управлял ими через своих приближенных. Внуху на место бежавшего Селима поставлен был старый Джафар, выходец из Персии, человек, правда, вполне преданный России, но чуждый шекинцам по вере и национальности. Наконец, в Карабаге, где по смерти Ибрагима явились два претендента, граф Гудович отстранил законного наследника Джафар Гулиагу, юношу, искренне преданного русским, и предпочел ему Мехти Кулихана, человека пронырливого, двуличного, сумевшего снискать себе покровительство сильных лиц, окружавших главнокомандующего. Мехти опасался, однако же, внутренних смут и требовал, чтобы Джафар дал ему письменную клятву повиноваться. Джафар охотно дал подпись, но прибавил под ней, что будет покорным слугой Мехти Хана только до тех пор, пока последний сам сохранит должное повиновение русскому императору. Таким образом, благоприятный момент слить все за Кавказье под одной общей русской властью был упущен. Покорением Лизгин закончили за Кавказском крае военные дела 1806 года. Наступила суровая зима, и граф Гудович спешил заключить перемирие с Персией, так как Турция уже объявила Россию войну и сосредоточила на границах значительные силы. Положение русского главнокомандующего в крае было в это время весьма и весьма затруднительно. Он имел в своем распоряжении только одну двадцатую дивизию, разбросанную по всему Закавказью, а между тем государь настоятельно требовал наступательных действий, чтобы отвлечь часть турецких сил от главного театра войны Дуная. Гудович хорошо понимал, что он не может получить никаких подкреплений ни с Винии, ни из России до тех пор, пока Наполеон не будет отражен от Вислы, а потому вынужден был начать военные действия с теми ничтожными средствами, которые были в его распоряжении. Оставив небольшой отряд генерала Небольсина на персидской границе и полагаясь вполне на преданность вновь поставленных ханов, он двинул остальные войска в турецкие пределы по трем различным направлениям. Главные силы под личным начальством графа шли на Хлокцихе, правое крыло на Потти, а левое на Карс. В то же самое время небольшая экскадра из Черноморского флота под начальством контр-адмирала Пустошкашкина отправлена была из Крыма к Кавказским берегам для покорения Анапы. На этом пункте чрезвычайно важном для обеспечения Кавказской линии и раздались первые выстрелы в Турецкую войну 1807 года. К общему удивлению, Анапа на этот раз почти не защищалась и была взята без усилий и кровопролития. Далеко не с таким успехом шли дела на суше в пределах азиатской Турции. Крепость Алсхалаки, к которой подошел главный отряд, предводимый Гудовичем, первое же оказало сопротивление. Это была небольшая, но сильная по тогдашнему времени крепость, обнесенная высокими стенами грузинской постройки, которые флоктировались по углам бастионами, башнями, вооруженными сильной артиллерией. На двукратное требование сдачи Паша отвечал решительным отказом. «В последний раз советую вам и требую», писал ему раздраженный Гудович, «чтобы вы сдали мне крепость немедля, иначе вас ожидает неминуемая гибель». Представлю в пример то, что многие турецкие крепости с их многочисленными гарнизонами и артиллерией не могли устоять против высококлассных российских войск, коими я тогда начальствовал и теперь командую. Я взял их штурмом, где от одного упорства кровь ваших собратьев пролита реками Анапа, Суджук, Хаджибей, примерно этому свидетели. «Показав вам то, что воевать я умею», продолжал Гудович, «я еще раз обращаюсь к вашему человеколюбию и уверяю вас моим словом, что в случае вашей покорности вы будете отпущены, а гарнизон получит пощаду». Паша оставил письмо без ответа, и Гудович приказал приступить к бомбардированию крепости. Два дня безуспешно гремела канонада, и Гудович решил, наконец, взять крепость штурмом. Войска были разделены на три отряда, под командой генерал-майоров Титова, Портнягина и графа Гудовича, сына главнокомандующего. На заре 9 мая все три колонны по условленному сигналу двинулись на приступ, но встречены были таким жестоким ружейным и кортечным огнем, что две колонны повернули назад, и только третья, имея во голове Портнягина, поднялась на стену, чтобы поддержать ее, Гудович ввел в дело все свои резервы, но, несмотря на все усилия, русские не могли утвердиться в городе. Тогда, получив сведения, что потеря в войсках простирается уже до 900 человек, Гудович приказал начать отступление, и три орудия остались в руках неприятеля. К счастью, турецкая кавалерия, сделавшая затем вылазку была отбита тремя эскадронами нарвских драгун и казачьим полком под начальством флигель-адъютанта полковника Отто. Неудача штурма так сильно подействовала на графа Гудовича, что он уже не пытался продолжать блокаду и возвратился в Грузию. Осада Потти также была снята, а от Карса войска отошли еще раньше по распоряжению Гудовича, который ограничил все действия левого фланга только обороной собственной границы. Таким образом, кампания на всех пунктах окончилась неудачей. Тогда турки сами перешли в наступление и двинулись из Карса на Гумри. Но тут их встретил генерал Несветаев. Несколько поколебавший шансы войны, имея под своей командой четыре неполных батальона и два казачьих полка, Несветаев выдержал натиск двадцатитысячной турецкой армии, три раза возобновлявшего нападение под личным начальством Юзыпфаши и три раза отбил неприятеля с огромным для него уроном. Тем не менее, положение отряда, ослабленного потерями и не имеющего при себе достаточного количества патронов и снарядов, становилось все более и более затруднительным. Турки готовились уже к четвертому приступу с тем, чтобы раздавить малочисленную горсть геройских защитников гумри. Как вдруг на помощь к Несветаеву явился Портнягин со своими драгонами, а вслед за ним подошел и сам главнокомандующий со своими войсками, бывшими в экспедиции. И здесь, на берегу Арпачая 18 июня произошло генеральное сражение. Дело долго не решалось, происходя преимущественно на флангах. Но когда Несветаев со своей колонной неожиданно выдвинулся перед фронтом неприятеля и повел стремительную атаку на лагерь, турки в панике бросились бежать и ушли в Арзерут. Несветаев горячо преследовал их и ему принадлежат почти все трофеи этой победы. 23 орудия, знамена и лагерь с множеством запасов. Потери в русских войсках не превышали в сражении 100 человек убитыми и ранеными. Но в числе последних находился начальник 20-й пехотной дивизии генерал-лейтенант барон Розен, впоследствии известный своими удачными действиями в эмеретии при Тормасове. Поражением армии, составленной из наиболее воинственных племен Азии, курдов, аджарцев, решалась участь кампании 1807 года в Турции. Государь, воззвав графа Гудовича в сам генерал-фельдмаршала, одержанная русскими победа не осталась без влияния и на персидского шаха, спешившего поздравить Гудовича и приславшего ему в подарок верхового коня с богатым убором. Однако же переговоры о мире, начатые с Персией, шли так медленно и неуспешно, что Гудович решился нанести новый удар персиянам и овладеть Иреванью. В начале сентября 1808 года фельдмаршал вступил через Бамбакусское ущелье в пределы Иреванского ханства. Неприятельская кавалерия в числе 500 человек, следившая за движением русского войска, зажгла армянские деревни и удалилась. И неприятель нигде не показывался до 29 числа, когда значительные силы его были наконец открыты. У деревни Аштрак. Гудович тотчас выдвинул против них кавалерийскую колонну из двух драгунских полков Нарвского и Борисовского, вызванного собственно для этой экспедиции с Кавказской линии. Но так как окрестные поля были усеяны острыми камнями, по которым могла свободно двигаться одна лишь привычная перститская конница, то одновременно с драгунами вызваны были вперед линейные казаки и стрелки авангарда. Этот летучий отряд смело атаковал неприятеля, опрокинул его и гнал до самых стен Эревании. Монастырь Эричмиссанский, памятный жестоким сопротивлением, оказанный князю Цианову, был занят без боя, а на следующий день русские войска перешли речь в Зангу в трех верстах ниже Эревании и стали бивуаком ввиду крепости. Отсюда Гудович отправил прокламацию, в которой обращался к жителям, между прочим, со следующими словами «Не берите в пример прежние неудачные блокады Эреванской крепости». Тогда были одни обстоятельства, а теперь совсем другие. Тогда предводительствовал войсками князь Цианов из молодых генералов, не столько еще опытный в военном искусстве, а теперь командую я, привыкшую же водить более 30 лет сильные русские армии. Прокламация осталась без ответа, а потому Гудович после трехдневного бездействия ввиду Эревани приказал полковнику Симоновичу занять форштадт. Но едва это было исполнено, и Симонович заложил в садах прилегавших крепости брешь батарею, как эреванский хан со всей кавалерия вышел из крепостных ворот и стал на окрестных горах, чтобы оттуда тревожить осаждающих. Гудович послал против него нарвский драгунский полк под командой генерала Портнягина, который прогнал неприятеля за Араки, и затем, переправившись вплавь через эту глубокую и быструю речку, нанес ему вторичное такое поражение, что персияне уже не осмеливались более тревожить тыл русского лагеря. Одновременно с этими действиями генерал-майор Небельсин двинулся из Карабага с 3000 отрядом для покорения Ночихованского ханства. В глубокую ненастную осень, в октябре, войска бодро перешли через карабагские скалистые утесы и снежные вершины и 27 числа стали спускаться на равнину к деревне Карабабе. От жителей Небельсин узнал, что в ханство прибыл сильный 25-тысячный персидский корпус под личным предводительством Аббас-Мирзы. И так как неприятель мог запереть выход из ущелья, то Небельсин приказал майору Лисаневичу с его батальоном и казачьим полком ночью предупредить неприятеля и занять деревню. Но едва Лисаневич подошел к Карабабе, как на рассвете 28-го был атакован всей персидской силой. Отступить отряду было нельзя, как потому, что отступать ему было невелено, так и потому, что неприятель, имея много конницы, уже занял ее в тылу все важные пункты. Волей-неволей приходилось вступать в кровавый бой и удерживать за собой позицию при входе в ущелье до последнего человека. Солдаты помолились Богу и едва Лисаневич выстроил свой авангард в одну боевую линию, поручив командование левым флангом его майору Котляревскому, как вся неприятельская конница уже понеслась в атаку. Егеря, сомкнув каре, остановили ее натиск залпом и штыками, но отхлынувшую конницу тотчас сменила персидская пехота и бой завязался упорным. Уже на обоих флангах победа не раз склонялась на сторону неприятеля, когда наконец показался небальсин с троицким полком и артиллерией. В это самое время Котляревский успел отбить нападение на левом фланге, а Лисотевич, как опытный боец, не упускавший из виду движения неприятеля, заметив, что Аббас Мерза отправил часть своих сил в обход и тем значительно ослабил себя перед нашим фронтом, воспользовался этой минутой напал на персиян и разбил их на голову. Тогда весь отряд небальсина быстро пошел вперед и обходная персидская колонна оказалась отрезанной. Бегство неприятеля сделалось общим. При преследовании Лисоневич с боя взял две пушки, а одну Котляревский. Разбитый Аббас Мерза оставил Нихачевань без защиты и Небольсин немедленно занял его по приглашению жителей. Казачий полк был выдвинут вперед на границу Ереванского ханства и оттуда открыл сообщение с Портнягиным. С этого момента лагерь нашего осадного корпуса был вполне обеспечен со стороны Аракса. Но Ереванская крепость продолжала упорно защищаться и по всему было видно, что гарнизон не помышляет о сдаче. Между тем наступила ранняя суровая зима и глубокие снега выпавшие в горах завалили ущелья и совершенно прерывали сообщения с Грузией. Эти обстоятельства вместе с развитием болезней в лагере и с обнаружившимся уже недостатком боевых снарядов вынудили фельдмаршала решиться на штурм Ереване. В ночь 16 на 17 ноября войска четырьмя колоннами предводимые полковником Симоновичем майорами Борщовым Новицким и капитаном Чилищевым двинулись к крепости. Но штурм окончился полною неудачей. Персияне дрались отчаянно и по приему их можно было заключить, что в этот день руководили ими французские офицеры. В то время как с нашей стороны колонными начальниками за исключением Симоновича были молодые и малоопытные люди, не способные заметить собой прежних вождей заменить той цицианской школы Портнягина, Небальсина, Несветаева, Корягина и других. Корягина и Несветаева в то время уже не было на свете, а остальные находились в других второстепенных отрядах, далеко от главных операций, которыми решалась участь целого похода. К довершению всего, при самом начале сражения полковник Симонович и сменивший его майор Вылазков были тяжело ранены, и колонна их первая остановилась во рву, засыпанная картечью и ручными гранатами. Вторая колонна, хотя и взобралась на стену, но, не поддержанная вовремя, была отброшена назад, в беспорядке. Начальник колонны майор Новицкий был ранен, а заступивший его место Борисоглебский не мог ничего сделать, убит. Третья и четвертая колонны попали во рву под сильный фланговый огонь с двух батарей, и, потеряв обоих колонных начальников, майора Борщова, убитым и капитаном Чилищева раненым, также отступили. Видя общую неудачу атаки и огромные потери, до 800 человек выбывшими из строя, Гудович приказал ударить отбой. Во время этого штурма произошел эпизод, не имеющий большого значения для непосредственных результатов битвы, но заслуживающий горячей памяти в потомстве как проявление высокой нравственной дисциплины русского солдата, создающий победу эпизод, показывающий, каких друзей найдет себе в русских солдатах хороший начальник офицера. Майор Тифлистского полка князь Севарсамидзе, впоследствии известный кавказский генерал, несмотря на рану, незадолго перед тем, полученную под Эреваню повел на приступ свой батальон, но раненый снова упал и остался на валах крепости. И вот Денщик его, Григорьев и рядовые Букреев и Псик решаются спасти своего командира, несмотря ни на какие опасности. Когда окончился бой, они отправились ночью на вал, разыскали раненого и понесли его на шинелях под пулями заметившего их неприятеля. Скоро начался рассвет и выстрелы, направленные против них, участились. Букреев был ранен и упал. Тогда Сверсаминадзе, видя какой опасности подвергаются солдаты, приказал им оставить себя и спасаться самим. Но Псикков и Григорьев порешили между собой иначе. Псиков побежал в лагерь за новыми людьми, а Григорьев лег на землю и прикрыл с собой голову князя. Говоря, что персияне видят их и стрелять не перестанут, прибежавшая команда действительно нашла Григорьева уже убитым полем в лоб. Букреев также вскоре умер от полученной раны. Псиков же, уцелевший при этом геройском подвиге, через три года был убит в сражении при деревне Паргита. Несколько дней простоял еще Гудович после несчастного приступа под стенами Ириванской крепости, изыскивая средства к ее покорению. Но многие полки приведены были в такое расстройство, что о повторении штурма нечего было и думать. Сознавая, что при таких условиях взять Ириван открытой силой невозможно, фельдмаршал присоединил к себе отряд генерала Портнягина и начал отступление в Грузию. Небольсину приходилось также отступить в Карабак, но обратный переход его через горы, уже покрытые глубоким снегом, был еще труднее. Весь путь до Карабакского хребта в течение трех дней пришлось прокладывать штыками, а на четвертый день третьего декабря тридцатитысячная персидская армия опять у той же Карабабы окончательно отрезала дорогу и заняла впереди на горах выгодную позицию. Положение отряда час отчису становилось затруднительным. В ночь на четвертый декабря подул резкий ветер, поднялась сильная метель и ужасный мороз грозил смертью. Видя, во-первых, невозможность идти далее по сугробам с обозом, а во-вторых, бедственное положение солдат без дров, Неборсин приказал сжечь весь обоз. Однако, несмотря и на эту меру, в ночь до 60 человек было озноблено, обморожено, и из них пять человек тогда уже умерли. Когда костры стали потухать, отряд встал в ружье и двинулся вперед. Персияне, решившись истребить его, уже с утра вступили в битву и дрались с отчаянной храбростью. Троицкий полк стал, наконец, колебаться, тогда Неборсин ввел в дело егерей Лисаневича и бой закипел с новою силою. Стремительным натиском Лисаневичу удалось, наконец, сломать персиян. И они побежали, русские преследовали их на протяжении пяти верст. Пощады при этом не было никому, пленных не брали. Путь через горы был открыт, и отряд благополучно добрался до Шиши. Император Александр по достоинству оценил подвиг отряда и прислал его начальнику генералу Неборсину орден Святого Георгия Третьей степени. Между тем, отступление Гудовича, совершавшееся среди глубокой и снежной зимы, может быть названо в полном смысле слова бедственным. Войска переходили горы по пояс снегу при вьюгах и морозах, доходивших до 15 градусов. Главнокомандующий должен был выслать впереди себя весь нарвский полк и батальон пехоты, чтобы расчищать дорогу лопатами. Но, несмотря на принятые меры, до тысячи человек из отряда погибло от стужи. Борисоглебский драгунский полк лишился при этом всех своих лошадей и возвратился пешим. Сам фельдмаршал жестоко простудился и получил сильнейший ревматизм, от которого впоследствии потерял один глаз. Необходимо прибавить, что одной из причин неудачи и реванского похода была позорная измена подполковника Кочнева, долгое время бывшего комендантом в Елизаветполе. Он предупредил персиян о вторжении русских и передал им все планы, добытые неизвестным путем из штаба Гудовича. Едва возвратившись в Тифлис, фельдмаршал получил тревожное известие о восстании кубинского ханства. Как мы уже видели, Куба была взята генералом Булгаковым, но окончательно присоединена была к России только в начале 1807 года, когда шейх Алихан, долгое время державшийся в лесах около Кубы, увидел наконец невозможность склонить на свою сторону жителей, бежал в Акушу с малым числом приверженных беков и как бы в отмщение народу изрубил на границе все бывшие при нем кубинские знамена и бросил чугунные пушки, их жители доставили потом в Кубу и к полковнику Тихановскому. С побегом шейх Али хана кубинская провинция наводнилась разбойничьими шайками, а в начале 1809 года туда вторглись уже огромные толпы дагестанцев и обложив кубу 20 дней держали в блокаде батальон севастопольского полка под командой майора Рябинина. Посланные к нему на помощь две роты с майором Лагвиненковым были встречены 21 января всеми силами шейх Али хана и потерпели поражение. Сам Лагвиненков был ранен в грудь на вылет. Солдаты же потеряли 120 человек убитыми. Остаток храброго отряда однако удержался в наскоро устроенном Вагенбурге, стойкая оборона которого дала возможность подоспеть сюда подкрепление из Баку и Дербента. Рябинин в свою очередь сделал вылазку и шейх Али окруженный со всех сторон нашими отрядами был разбит и бежал в горы. Известие об этой победе несколько успокоило больного фельдмаршала. Но расстроенный физически и нравственно, он просил государя уволить его от должности и был назначен главнокомандующим в Москве. В этом звании Гудович оставался до февраля 1812 года, когда глубокая старость заставила его просить о совершенном увольнении от службы. Император изъявил на это согласие и пожаловал фельдмаршалу свой портрет, усыпанный бриллиантами для ношения в петлице. Последние годы жизни маститый фельдмаршал провел в своем имении местечки Альгиополя и умер в январе 1820 года от старости на 79 году от рождения, завещав похоронить себя в Киеве в любимом им Софиевском соборе.